ПАО «Газпром» собирается серьезно уменьшить транзит газа через Беларусь в четвертом квартале этого года после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Об этом пишет оппозиционное белорусское издание «Наша Нива», ссылаясь на контракт российского газового гиганта с ОАО «Газпром» «Трансгаз Беларусь» на прокачку газа в Европу в 2021 году. Транзит газа через Беларусь сократится почти на 8 миллиардов кубов в квартал или на 80%, уточняет СМИ. Издание отмечает, что по основной ветке природный газ через белорусскую территорию идет по газопроводу «Ямал-Европа» мощностью 32,9 миллиарда куб метров в год в Польшу и Германию. По другой ветке сырье поступает в Литву, а через нее в Калининград. До этого года «Ямал-Европа» был загружен на полную катушку, потому что «Газпрому» было выгоднее посылать голубое топливо через Беларусь, а не через Украину. «Газпром-Трансгаз Беларусь» на 100% принадлежит российской компании, а потому тарифы на прокачку газа через нашу страну минимальны, считает СМИ. Скорое сокращение транзита, вероятно, связано с запуском нового газопровода «СП-2». США уже не имеет возможности помешать России достроить магистраль, а россиянам выгоднее труба на дне Балтики, чем услуги стран-транзитеров. Почему же Москва планирует сократить прокачку через Беларусь, а не через Украину? Интересуется СМИ, с Киевом, у «Газпрома» контракт качай или плати до конца 2024 года. Поэтому россияне вряд ли пойдут на снижение транзита на этом направлении. В свою очередь Варшава отказалась продлевать соглашение на поставки газа СРФ после 2022 года. При этом Евросоюз угрожает в скором времени вообще запретить транзит газа через Беларусь. В ЕС осуждают нарушение прав человека и рассматривают многие шаги Минска как враждебные. Европейцы опасаются превращения Беларуси в аналог КНДР. Снижение транзита может лишить Беларусь 250 долларов 300 миллионов в год. Будет ли Москва как-то компенсировать Минску убытки, пока неизвестно, подытожили оппозиционеры.